Добрый вечер, мои коллеги, доброй ночи. Хотел бы послушать вас о том, как складывается ситуация в Ростове и в Волгоградской области. К сожалению, масштаб очень большой. В Волгоградской области, судя по документам, которые у меня есть, и по докладам министра МЧС, в пожар затронули большое количество населённых пунктов, в которых проживает до 600 тысяч человек. Это очень серьёзное дело. И в первом, и в втором случае есть и пострадавшие, и погибшие, к сожалению. И как министр докладов, к сожалению, приходится изучать версию специальных поджогов, и в том, и в другом случае. Хотелось бы вашу оценку услышать сегодня, как идут работы по ликвидации пожаров. Ну и второе, хотелось бы услышать и от министра, и от руководителя регионов, что делается для оказания помощи людям. В первом случае, в случае с Ростовом-на-Дону подписано 28-го распоряжение правительства о выделении необходимых средств. На помощь людям это касается и единовременной выплаты за частично утраченное имущество, за полностью утраченное имущество, помощь семьям погибших. По Волгограду проводится пока ещё только работа межведомственной группы. Просил бы вас доложить, в каком состоянии находится эта работа, как долго, примерно, хотя бы по вашим предварительным оценкам, эта работа будет продолжаться, и когда может быть принято решение по оказанию помощи. Давайте начнём с почкова. Владимир Владимирович, пожалуйста. Владимир Владимирович, президент Российской Федерации, с 17 августа возникла сложная, чрезвычайная ситуация на территории Уздонецкого района Ростовской области, и в дальнейшем эта ситуация осложнилась сильным пожаром на территории Ростова-на-Дону. В короткие сроки была сформирована мощная группировка, работала авиации, МЧС России, Министерство обороны, Нацгвардии и наземная группировка. Была организована деятельность комиссии по ЧС Ростовской области и всех руководителей органов МЕСОСОПРАНИК. В этой сложной ситуации, благодаря энергично предпринятым мерам и своевременно проведённой эвакуации, были минимальные потери. В настоящее время оценочные группы уже в целом завершили оценку масштаба впоследствии. Правительством Российской Федерации распоряжение сегодня принято, и деньги уже направлены в Ростов-на-Дону. И завтра мы планируем завершить выдачу и материальной помощи пострадавшим, и компенсации за утрату имущества первой необходимости, и тем людям, которые получили вред здоровью. На территории Волгоградской области, в связи с сложными метеоусловиями и большими масштабами возгораний, своевременно, благодаря энергичной работе комиссии по ЧС Волгоградской области, взаимодействую с федеральной группировкой, потому что мы туда перебросили и тяжёлые самолёты Ил-76 с ВАПами, перебросили самолёты Би-200 ЧС, дополнительно усилили вертолётами. И энергичная работа наземной группировки позволила в сложной ситуации своевременно провести эвакуацию из тех населённых пунктов, где была реальная угроза жизни и здоровью людям. Своевременно принято решение, и пять детских оздоровительных лагерей были закрыты, и детишки были доставлены родителям в очень хорошем состоянии. Также осуществлён целый комплекс мер по работе с населением. В настоящее время 21 оценочная группа завершает свою работу. Подготовлено уже решение правительства Российской Федерации также о выделении финансовых средств на выплату материальной помощи пострадавшим и компенсацию за утрату имущества первой необходимости. Эти выплаты мы планируем в полном объёме завершить из федерального бюджета уже к концу недели. Соответствующие выплаты из бюджетов и Ростовской области, и Волгоградской области уже организованы. Также своевременно были подготовлены пункты временного размещения. Специальная комиссия провела обследование и очень высочайший уровень оказания всех услуг на ПВРе и в городе Ростове. Соответствующие пункты временного размещения были подготовлены и на территории Волгоградской области, но они не потребовались. Мы лично с губернаторами выезжали на места бедствия, общались с людьми, которые пострадали. В целом ситуация, несмотря на те проблемы, которые были, находилась под постоянным контролем. Сейчас приоритет нашей совместной работы – это оказание адресной и конкретной помощи каждому пострадавшему и, конечно, решение всех остальных текущих вопросов, в том числе и вопросы обеспечения жильём. Доклад закончил. Пожалуйста. Уважаемые господи, у нас 17 августа было возгорание в Узданевском районе. Возгорание началось от дороги недалеко от населенного пункта и по сухой растительнице распространилось на часть смешанного леса. В итоге 17-го уже введено режим человеческой ситуации в этом районе. В жилом районе начался пожар? Нет, это сухая у дороги. Но в итоге распространение пожара он мог охватить 4 населенных пункта. В результате действий служб МЧС и других привлечённых всего было 200, более 200 единиц техники, более 1000 людей. Не допустили распространение на населенные пункты и эвакуация людей не потребовалась. Я также бывал на месте практически в этот момент, когда проверили очередное население штаба. И на следующий день началась локализация пожара. 21 августа состоялось, 22 полностью пожар был ликвидирован. Но параллельно с этим 21 числа 12.44 поступила информация о том, что состоялось возгорание жилого дома в одном из районов города Ростова. Сразу же на пожар было сначала 15 единиц техники, в течение следующих нескольких минут еще 6-21 единицы техники, 56 человек личного состава. В течение 15 минут горения площадь пожара увеличилась в 5 раз. Сразу же был очень сильный ветер, перебрасывался огонь, который затем распространился на площадь 10 тысяч квадратных метров, на второй квадрат, часть микрорайона. В итоге возгорание 10 многоквартирных домов, 83 квартиры и 107 строений жилых были уничтожены полностью или частично. По результатам пожара, также был введен в ходе пожара уже в 14.30 режим ЧС в городе Ростове и в Ростовской области, было привлечено более 2 тысяч человек личного состава и более 231 единица техники. В 18.53 пожар был локализован. В течение всей ночи продолжалось тушение пожара и на следующий день он полностью был ликвидирован. По результатам этого происшествия чрезвычайного к нам обратилось 692 человека пострадавших, которые проживали или имели отношение к этой части города Ростова. К нам были развернуты 4 пункта временного размещения. В первую ночь в них разместилось 86 человек. Это были школы, рядом находящиеся, рядом с местом пожара был создан штаб всех структур и МЧС и города Ростова. И создана специальная структура по оказанию правовой помощи гражданам, которая сегодня продолжает работать. Все, кто обращается, получают по конкретной ситуации конкретную информацию. В течение двух суток люди ночевали в этих ПВРах. На сегодняшний день, то есть в субботу вечером, все они полном составят, по желанию людей, были переселены в другие пункты временного размещения. Это гостиницы или дома отдыха. На середину сегодняшнего дня там располагается 121 человек. Таких пунктов 6. Самые крупные, это примерно 40 человек, один другой 30, один другие поменьше. Что касается выплаты поддержки материальной. Сразу же была выплачена единовременная помощь из города Ростова, муниципального образования, по 20 тысяч. На следующий день началась выплата из областного бюджета по 30 тысяч рублей. Мы выплатили денежные средства в семье погибшего, город Ростов, 500 тысяч, Ростовская область, 1 миллион рублей. Сейчас проводим индивидуальную работу с каждым человеком. Все дети, которые оказались в зоне пожара, были устроены, на сегодняшний день такая информация есть, в полном объеме по учебным заведениям. Поэтому подавляющее большинство детишек пойдет учиться в те же школы, где они учились и до возникновения этого пожара. Спасибо за поддержку. Сейчас мы занимаемся подготовкой к выплате финансовых средств, которые выделены из федерального бюджета. Это сумма на первом этапе 79 миллионов рублей. Как больше 79? Да, 100 с лишним тысяч. И мы планируем с завтрашнего дня практически начать эту выплату. Я сегодня утром побывал в одном из ПВРов. Это было утром, в самом крупном. Встретился с людьми, который задал, конечно, вопросы. Самая главная проблема, которая беспокоит людей, конечно, жилье, утрата имущества. Этой работой будем заниматься индивидуально, пока не найдем решение по каждому человеку, который в результате пожара пострадал. Все структуры, органы исполнительной власти области и города Ростова сегодня работают по каждой территории, по каждому дому. Идет уточнение имущественного состояния, владения землей, строениями, жильем. Рассчитываем, что до 31 числа этого месяца мы практически в полном объеме разберемся по каждой семье индивидуально. Ну и будем продолжать работать до полного решения вопроса. Хорошо, Василий Ильич, спасибо. Андрей Иванович, пожалуйста. Спасибо, Василий Иванович. На всей территории Волгоградской области 38 муниципальных образований. Очаги возгорания были в 21 муниципальном образовании. В 21 из 38? В 38 по всей Волгоградской области. Часть из этих пожаров пришло в ландшафтные пожары. Как верховые, как трава загорелась, как в том числе и верховые лесные пожары. Высота пожаров достигала до 100 метров. Высота огня достигала до 100 метров. По отдельным... Шар такой огненный, не? Так точно. Идет огненный шторм, вал огня, большая высота и скорость перемещения. И он, высасывая кислород, продолжает очень высокой скоростью распространяться. Скорость огня приблизительно проходила... Мы выставляли специально наблюдателей за 3 минуты километр. Это уже проходило вместе с лесами, с полями. То есть скорость огня была колоссальная. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Огонь перескакивал через дон, через водоемы. Расстояние до 700 метров. Исходя из общей обстановки, которая сложилась на 23 числа, части эклошафтных пожаров были сразу же локализованы. И к концу, к 11 часам, 23 часам 23 августа, все были локализованы. И часть пожаров была уже ликвидирована. Надо отметить, что особую опасность вызывали 44 населенных пункта, в которых проживало 14 тысяч населения. Было подготовлено... Вот здесь они, остатки здесь показаны. Было подготовлено к эвакуации порядка 5 тысяч человек. Эвакуировано и размещено в пунктах временного размещения 1114 человек. Всем необходимым они были обеспечены. Для принятия, исходя из сложной оперативной обстановки, мной, как руководителям оперативного штаба, было принято решение об ограничении движения на участке Камышин до Волгограда, для того, чтобы не дать возможность машинам упасть в этот пекло. В 26-го числа, Владимир Владимирович, фронт огня достигал 15 километров. Высота огня 15 метров. Это было на протяжении... Это просто река. В настоящее время нужно отметить, что огонь на чьей территории области локализован и ликвидирован. Силы и средства, находящиеся в нашем распоряжении, размещены на особо опасных направлениях. Режим черчайных ситуаций, введенный 23 августа в 17 часов, продолжает действовать и в настоящее время. Силы и средства расположены на особо опасных направлениях возле населенных пунктов. Пункты временного размещения закрыты. Все дети возвращены из детских зародительных лагерей домой. В настоящее время проводится работа по установлению ущерба. Начаты выплаты людям. Это единовременной помощи. Вы из своего бюджета выделаете? Да, конечно. Здесь нельзя, Владимир Владимирович, ждать до того, что сейчас... На самом деле у нас примерно 92 пострадавших. Самое важное, что 26 семей имели единственное жилье. Наша задача до наступления холодов все эти вопросы решить и ожидать на поступление сейчас средств мы не будем. Мы в любом случае будем уже работать, исходя из наших возможностей. Но, тем не менее, сейчас задача, которая поставлена министром обучаемых ситуаций в рамках подготовки его рабочего инспекционной поездки в Волгоградскую область, они выполняются. Документы подготовлены, они утверждены, сейчас находятся в правительстве. Будут определены объем финансирования. Мы запросили 38 миллионов рублей, исходя из первоочередной помощи. Но остальные средства, исходя из тех задач, которые стоят, будут, конечно, находиться. Но людей, которые оказались в чужом положении, мы никого не оставим. С каждым проводится индивидуальная работа. Но сегодня оказывается, у нас полностью медицинская, социальная помощь. Особое внимание уделяется людям старшего возраста, у которых, к сожалению, нет родных и близких. Мы их разместили в социальные учреждения, в дома отдыха для поправки здоровья. За это время уже отработаем порядок работы и выработаем единую схему подхода. В настоящее время выблаты все проходят в плановом режиме. Мы оцениваем ущерб по каждой семье, по каждому дому, для того, чтобы полностью представлять объем. До конца этой недели у нас будет полное представление. Но сегодня уже, говорим, 92 человека и 26 домов, которые являются единственным жильем людей. Поэтому люди, которые нуждаются в жилье, мы предоставили помещение, жилье для временного проживания. Да, при необходимости мы готовы временно жилье оплачивать и собежать, если сами люди определятся. Но такая работа идет кропотливая, каждодневная. Главы муниципальных образований и руководители всех органов власти работают в круглосуточном режиме. Штаб работает в круглосуточном режиме. Режим чечерной ситуации мы снимать в ближайшее время не планируем, потому что порой ветра, исходя из оценки наших метеорологов, она может достигать до 20 метров в секунду. Любая вспышка, она может привести к сложнейшим последствиям. Но, отмечаю, Владимир Владимирович, очень слаженную, я хотел самоотверженную, героическую работу всех, кто принимал участие в локализации и ликвидации пожаров. Это, на самом деле, люди и пожарники, и спасатели, это полицейские, это наши казаки, это жители, это военные. Это по-настоящему была такая общая работа. Только благодаря такой общей работе и тренировками, которые мы проводили в 2014 году, исходя из тех поручений, которые давал министр, включая ситуацию. А у нас тренировки проходят ежегодно, начиная с 2014 года, и они проходят на регулярной основе, где принимают участие все. Удалось выполнить ту задачу, которую перед нами стоят. К сожалению, им удалось, хотя без жертв, она тоже сейчас по каждому такому случаю разбираться. Следствие проводит свои следственные действия, идет, и мы уверены, что все будет точно норма. Кроме хочу вам доложить, что в ходе оперативно-следственных действий выявлены люди, кто намеренно занимался поджогом. Зачем? Потому что сейчас выясняется, один задержан, личность второго установлена, он находится в бегах, но я думаю, что в ближайшее время, уверен, что в ближайшее время он будет задержан. А на тех-то какой? Выясняю. В настоящее время первый человек признал свою вину, признал сам вину, что да, это намеренно. В центре города, в Дзюжинском районе, в районе одного гектара земли, а это рядом с Мамаевым курганом, площадь рядом с Мамаевым курганом порядка 180 гектар, еще плюс Мамаев курган, да, 9 возгораний самостоятельно решили поджечь, 2 человека. В непосредственной близости от жилых домов в ходе оперативных действий эти лица были установлены. Удалось с действиями сил и средств локализовать вот один гектар и предотвратить на самом деле страшнейшую трагедию, страшнейшую трагедию, которая могла бы произойти, если бы не удалось вовремя это сделать. Уж трава, как порох, рядом много лесных насаждений. Следователи выясняют причины этого преступления. Ну и кто за ним стоит? Сколько времени потребуется для того, чтобы оценить масштаб ущерба и понять, сколько вам нужно денег из резервного фонда правительства для того, чтобы ситуацию исправить? До конца недели. До конца недели. Работу мы уже наработали. То есть у нас есть общее представление, сейчас каждая семья работает. Ну, мы знаем, что такое Волгоградская область, сейчас жара, зимой может быть очень холодно, поэтому вы правильно сказали, нужно при наступлении холодов уже приступить к работе, не просто приступить к работе, а решить некоторые самые насущные вопросы, потому что уже сентябрь. Пожилие, конечно, для людей. Сможете установить всех, кто реально там проживал, реально нуждается? Да. До конца недели будут все установлены. Смотрите, еще на что хочу обратить внимание, все, что нужно сделать, вы уже сказали, на самом деле. Здесь повторяться нет необходимости. Но на что хочу обратить внимание? Чтобы волокиты не было. Особенно связанные с оформлением документов. Где взять людям документы, если они сгорели? Поэтому это все нужно держать на контроле, чтобы они относились к людям поверхностно и бессердечно. Наоборот, нужно привести максимальное внимание. И, конечно, не должно быть тех сбоев, я так очень аккуратно сказал, с которыми мы столкнулись совсем недавно, имея в виду требования оплаты каких-то справок и прочих. Документов, когда мы сами выдаем деньги из государственной казны для оказывания помощи, а с людей еще собирают деньги на оформление каких-то справок. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Если требуется вмешательство со стороны правительства, сразу просто скажите об этом. Если речь идет о каких-то федеральных учреждениях. А со стороны региональных, надеюсь, этого точно не будет. Давайте мы с вами еще поговорим в закрытом режиме. Спасибо, прессе скажем. Спасибо.